Всем привет! Давно меня уже просили разобрать квашеную, и я когда читал комментарии, такой «Квашеную что? Капусту? Чего? Что это вообще такое?» Я потом как-то случайно наткнулся, или мне вылезло в рекомендации, что квашеная это оказывается стримерка, стримерша, да, вы тут меня, вы меня ругали, что я говорю не стримерша, а стримерка, мне так удобнее, не знаю, по-моему я всегда так говорил. Когда я делал видос на Заре, там мы её упоминали, так же как и Юлю Кошкину, на Юлю мы сделали обзор, и мне накидали после того, как Юля сделала, видимо, разборно, не разборно, реакцию на реакцию вот эту, закидали меня, что «Ты, козёл, не оставил на неё ссылку!» Ребята, в названии написано кто это, ну вот написано кто это, я что скрываю что ли, какие-то перевыкладываю видео, ну загуглите там Юлю Кошкину, там вот в этом случае это Саша Капустина, да, вот эта квашеная. Ладно, окей, посмотрим, насколько там всё хорошо или плохо. Перед тем, как она начнёт петь, хочу сказать, насколько же это опасно критиковать вот таких стримерок, потому что у них огромная фан-база каких-то, видимо, подростков, которые, ну, смотрят их не из-за вокала, видимо, и они потом приходят в комментарии к тебе и начинают тебя уничтожать. При том, что зачастую сами стримерки или там, ну, ребята, которых я слушаю, обозреваю, я ничего про них плохого не говорю. Вот эти слушатели, жопа горит, у них там башню срывают, они идут в комментарии уничтожать, говорят, «Ты оскорбил нашу!» Они даже обзор могут не смотреть. Ничто так не портит исполнителя, как его слушателя. Ну или музыку. А это стрим был, у неё две камеры на стриме, их кто-то ещё переключает. Кстати, «Союз» микрофон. Аээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Хоть мы здесь обозреваем вокал, да, и как бы в названии видео умеет ли петь, но я в целом смотрю на артиста, как он держится в кадре, как он выглядит, чего он делает, и на его хореографические умения, что ли, и так далее, если он пытается их выполнить. Я не знаю, я, может быть, чего-то не понимаю, и поэтому у меня нет миллионов подписчиков и так далее, но как бы и не надо, если они таким путем достигаются, но зачем жесты, кривляние, головой метание, ну, мне кажется, это абсолютно неуместно дома, то есть антураж не подходит же, даже на концерте зачастую это тоже странно выглядит, когда, знаете, это не Курт Кобейн выходит и башкой трясет, а когда это, ну, какие-то ноунеймы на гиге на непонятном, где 18 групп играет, он такой, типа, я супер-ракешный рок, да, е, но это, ну, просто кринжово выглядит зачастую, и здесь это не сильно далеко, мне кажется, это, ну, незачем, мне кажется, это, ну, напускное какое-то все. Не знаю, не знаю, вот это, мне кажется, это все немножко фальшивому просто. Вокально это нормально сделано, то есть тембр приятный, по нотам почти попало, как бы окей, но чисто стилистически и сонграйтерски, что ли, аранжировочно, зачем здесь это было, я не понял, мне кажется, это тоже неуместно. Кстати, если вы сами хотите научиться петь, то у меня давно уже есть музыкальная школа, у меня есть огромное количество педагогов на вкус, цвет, на цену разную, заходите, смотрите, ссылочки здесь есть, в описании тоже есть, в том числе у меня есть полностью, вот, полноценный вокальный курс, который включает в себя все, от того, что такое попадать в ноты, что такое слух вообще, что такое регистры и так далее, то есть вся теоретическая база, где все описано очень простым языком, до прям практики, где вам говорят, пункт первый, делайте такой звук, пункт второй, делайте такой звук, и вот так мы приходим, да, и мы учимся интонировать, дальше делаем тембр, как сделать звук менее назальным, более назальным, менее широким, более широким, сиплым, хриплым и так далее, и по всем техникам все это пройдено, плюс там есть поддержка в чате и так далее, короче, очень много всего, зайдите, опять же, вот ссылки, там ссылки, заходите, смотрите. Хороший голос тембр, я про это, по-моему, говорил, тембр отличный, он тащит 99% всего просто из-за того, что у него хороший тембр, и второй момент это, в пальцах запутался, второй момент это английский язык, произношение хорошее, то есть можно здесь препираться, и можно здесь искать какие-то, а вот тут вот она, вот эту гласную неправильно, в Йоркшире так не произносит, но это фигня. Звучит хорошо, потому что, ну, по-английски спето, то есть все-таки это не русский английский язык, да, все-таки артикуляция нормальная, буквы нормальные, нет совсем там каких-то больших проблем, поэтому фирмовенько слушается сразу. Йодль прикольный вот этот небольшой был у нее, я говорил, по-моему, про это, у нее подвижный голос, у нее, по-моему, не совсем большой там диапазон, не прям огромный, ничего там мега потрясающего именно в диапазоне нет, но поэтому она тембром и тащит, и приходится тембром тащить, той краской, которая есть в голосе, то есть просто приятно, да, слушать. Короче, подвижный голос, у нее все вот эти мелизмики, все фаршлаги и так далее, все очень хорошо спето. По интонированию прям неплохо все. Вибрато, хорошая, просто голос красивый, красивый голос, да. Есть подозрение, что это не со стрима все-таки, а с, ну, в смысле, предзаписанная версия, потому что так дергать микрофон. Но это обычно слышно просто. Вот, ну, хз, не знаю. Здесь лажу слышим, то есть прям фальшь, это прям прямое непопадание в ноту. До диез не дотянутая была. Вообще вся фраза довольно грязная, на самом деле. И вот в таких фразах уже даже тембр не решает. Если у вас есть слух, ну, не то, что вы просто слышите какие-то звуки, а музыкальный слух плюс-минус там развит, да не обязательно, что вы музыкант. Скорее всего, вы слышите, что на этом моменте что-то не так. И это не то, что она что-то неправильно стала там звуки произносить и так далее. Это чисто интонационно нота не дотянутая. Такая лажа слышна всем. Просто они, может быть, не понимают, что конкретно не так. В общем, должна быть вот эта нота, условно говоря, да. Сейчас я грубый пример приведу. Она эту поёт ноту. И когда мы слышим, что должна быть эта, а поёт она эту одновременно, то мы слышим диссонанс. Вот. И из-за того, что диссонанс создаётся, вам неприятно слушать в какой-то момент. Но она дальше заезжает обратно в мелодию, нормально попадает, и поэтому дальше уже вроде как становится окей. Хотя здесь ноты две прям совсем фальшивые. ещё одна такая там фифти-фифти, и дальше уже въезжает обратно. Очень много придыханий используют, да, то есть размыканий связок, при том, что сам голос у неё не разомкнутый. То есть есть девочки, которые постоянно всё вот так поёт. У неё нет такого. То есть она звонко, плотно поёт, иногда размыкая. То есть поэтому это не так скучно слушается, как, может быть, там у других. Крэкинг-войс есть, это вот эти звуки, когда, ну, не когда петух прям, а когда как будто при болезни что-то со связками, да, вот такой призвук иногда проскакивает часто у всяких там соул-вокалистов, у какого-нибудь Ариана Гранде, какая-нибудь Дэймил Лават, у какого-нибудь Пинк, да, вот у таких вокалистов часто есть звуки подобных. Тут тоже по интонированию, кстати, не всё хорошо. Я вот, опять же, мне некомфортно смотреть, потому что она очень сильно, даже не то чтобы артикулирует, а слишком много играет, что ли. Ну, не знаю, мне по этому как-то не очень комфортно это смотреть. Хотя вроде поёт нормально. Здесь прикольно, по актёрски сыграно такая, как будто постоянно всё с плачем спето. Вот это вот, да? Такие плаксивые звуки, они, кстати, позволяют связки получше смыкать. Позицию меняет, но вот здесь она её, кстати, поменяла и в ноту из-за этого, видимо, выехала. Вот эта синяя была. Зачем, была она, но кривая. И на хэд как раз кадык был опущен. Да, у девочек тоже есть кадык, но он просто не упирает, но я имею в виду гортань. Гортань была опущена, горло шире стало, и связки не смогли сделать ту ноту, которая нужна была. Ну вот, такие микролажи присутствуют, кстати, да. Все недотянутое. Ну, как бы, это не то, чтобы претензии. Для стрима там, условного, да, такого вот, это нормально. Ничего страшного в этом нет, но если мы по мелодайну посмотрим, скорее всего, все недотянутое будет немножко. Вот этот звук клевый, а вот то, что было на... Короче, вот эти верхние ноты, короче, мимо было. Ну, мимо и по нотам, и по манере вот здесь. Это не то немножко. Вот эти звуки открытые, отлично и замечательно. Вот еще покачивание. Прикольно. Прикольно. Субтитры создавал DimaTorzok Мне не нравится, когда так меняют партии на оригинальной аранжировке. То есть для меня, если уж меняешь партию, то нужно аранжировку менять. Делать это уместным, делать это аутентичным тому, что играется. Потому что играется оригинальная аранжировка, ну, относительно, а поются ноты другие, и они не всегда уместны, мне кажется. Рязанский кринж. Так, нет, это я не буду смотреть. Какой-то софт-порно для долбоёбов, просто пиздец вообще полный. Просто стыд. Обзор, как бы, квашеный, но от Никиты Пресняков. Я не могу не сказать, очень фальшиво спето. Тембр приятный, но очень фальшиво спето. То ли не впел, то ли чё. Ну да, да, всё, всё, всё мимо. Здесь нормально стало, расщеп услышали. Прикольно он звучит, он интересно звучит, на самом деле. Но то, что вначале было, прям вообще выехал куда-то. Я ещё не могу смотреть, они, блин, разодеты, как Харли и Джокер, видимо. Не знаю, эти костюмированные вечеринки на стримах. Так много кто делает. Но какой-нибудь там Виллаф Геймс, это забавно просто выглядит. То есть это Стёбово как-то выглядит. А когда на серьёзных щахтах делают, как-то странно смотрится. В общем, если бы он один пел, было бы лучше. Потому что она бэк какой-то строит, но странно звучит. Ну и ещё у него расщеплённый звук. У неё совсем чистый и открытый, это просто не коннектится. У меня, короче, вопросы к её вкусу больше. Ну, о вкусах, понятно, не спорят. Но мне кажется, излишне пошлые решения какие-то есть. И в вокале. В целом в выборе нот, когда вокальные партии поются. И в картинке. Не мне её учить, у неё там миллионы подписчиков, которые, наверное, уже там подописали миллион комментариев мне, что я ничего не понимаю, я вообще, кто я такой. И если у неё так работает, то менять ничего не нужно. Любит наш народ всякое... Оно. Слушайте, ну он нормально поёт. Да, прикольно. Ну то, что в начале было, вообще был ужас какой-то. Ну просто ни в одной ноте не был. Здесь ещё более-менее окей. Здесь тоже по интонированию прям беда. Я думаю, они просто не готовятся ни хрена к этим стримам. То есть очень мало уделяют время на репетиции, на впивание песен, на подбор партий, чтобы они нормально вместе друг с другом звучали, на то, чтобы спеться там и так далее. Вот в этом вопрос. А как бы таланта работать, ну, на живую, да, вот типа с бухты-барахты взять и встроиться, подстроиться к другому человеку и нормально с ним петь, этого не хватает. В этом и разница между хорошими музыкантами там большого, да, формата, скажем так, и вот стримовыми там девочками, мальчиками, которые просто неплохо поют. Чтобы стать большим там вокалистом и профессионалом своего дела, недостаточно просто хорошо петь. Вот просто в вакууме отдельно у себя дома петь. Нужно уметь и под других людей постраиваться, под разные аранжировки петь, под разный темп, под разную тональность, в разных залах, с разной акустикой, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь как будто, как только их выдираешь из привычного материала и привычной обстановки, да, все начинает разваливаться. В этом и отличие профессионала от любителя. То есть вот эта квашеная для меня, ну, пока что, по крайней мере, звучит как очень хороший любитель, который очень интересный голос, да, она некоторые там ноты или отдельные песни отлично исполняет, очень круто звучит, но некоторые отдельные моменты или отдельные песни звучат плохо, ну, и вот эта огромная разница между тем, что здесь очень хорошо, а здесь очень плохо, просто дает нам понимание, что это, ну, не профессионал. Профессионал все поет как минимум хорошо. Вот в общем отличие там профессионального вокалиста, да, в особенности там сессионного какого-нибудь, от просто стримера, который иногда там поет, да, ну, или даже всегда поет на стримах. Мне просто кажется, это еще не ее материал. Вот у него здесь хороший звук. Вот это его материал, то есть если его впеть, наверное, получше, он бы один сидел, и ему бы никто, короче, не мешал, он бы хорошо его спел один. Ну, у нее плохо припев звучит, потому что ей слишком легко петь, он для нее низкий. Это как мне здесь петь. Ну, никакой экспрессии, ничего нет, потому что это низко. Вот, да, плюс еще Честеру было относительно тяжело петь. То есть тяжело не в том смысле, что он никак не мог эти ноты взять, а в том смысле, что это относительно высокие ноты, которые требовали достаточно большого воздушного давления, давление, достаточно большой компрессии, там много расщепления было, то есть много подачи, так это назовём. Это не значит, что он там зажимался, но это позволяло звуку приобрести характер, что его, ну, как будто гирю здоровенную поднимают или штангу, а здесь она такая «та-та-та-та-та-та, по тропинке иду, ла-ла-ла-ла». Вот поэтому диссонанс создаётся между тем, что звучит, между тем, что предполагается, вот. А для него как раз это ноты высокие, поэтому они лучше звучат у него. У него хороший голос, да, хорошие данные, отлично. Я не помню, где я его видел, где-то видел, но он отлично поёт на самом деле. Не знаю, что было такое, когда он там не попадал в ноты, может, не въехал, не слышал пока или ещё что-то. В общем, было тоже не очень хорошо, здесь прикольно. Ну, должно быть по-другому немножко, ну ладно. Вот эти моменты прям плохо звучат, когда они вместе поют. Ну, видно, что они не умеют вместе петь. Ну, конкретно эту песню. То есть они по отдельности её бы спели, мне кажется, лучше. Это во-первых. Во-вторых, он отдельно её просто лучше бы спел, а ей эта песня не подходит. Как минимум, эта тональность, ну, тональность нужно менять, аранжировку нужно менять. Мне кажется, стилистически и просто другие песни подходят. Вот и всё. Боль. Бум пробой. Вот эти нотки прикольные у неё звучат, но это вообще не из тех песен, которые она поёт. Но они просто популярны, эти песни, поэтому она их, видимо, на стримах и берёт. Вот это про то, что я говорил, у неё подвижная гортань, подвижные вот эти мелизматичные нотки. Такой восток слышно немножко. Не, уже, по-моему, не дождя. Дождь проходит сквозь меня, но боли больше нет. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Но боли больше нет. Теперь ты. Под холодный шопан звёзд Мы зажгли последний мост И всё в бездну сорвалось Свободным стану я Свободным стану я От зла и от добра От зла и от добра Моя душа была на лезвии ножа Ай, какой кайф! Мелизм прикольный, да? Ну, это вообще... Короче, ей просто другой материал надо петь. Вот и всё. Ну, я просто нашёл то, что популярное, как бы. То, что мне выпало. Ну, и то, что их песни, которые я примерно хотя бы знаю. Ну, ей просто другой материал надо петь. Вот и всё. То есть, более индюшатный. Но его слушать, наверное, не будут. Более беляйлишный, скажем так. Чё? Она квашеная, и это похоже на капустники. Вот чё это такое. Если не знаете, чё такое капустники, это когда студенты, условно говоря, делают какой-нибудь... Я бы не сказал трэш, но это как если бы в Гнесинке условной какой-нибудь сделали постановку по черепашкам ниндзя, что-нибудь вот, что-нибудь такое. Экспериментальный формат прикольно, но если мы будем вот это воспринимать как профессионального вокалиста, естественно, планка должна быть выше. Очень много неаутентичных моментов. Хотя сама по себе она прикольно звучит, но вот на какие-то миллисекунды промелькивает её голос, где он уместен, а потом всё опять разваливается, всё вот это вот падает, осыпается, потому что мы начинаем слышать, что музыка с голосом не сходится. То есть просто другая песня должна быть для такого голоса и такого тембра. Иерушин тоже неплохо поёт так-то. Ну, конкретно здесь так, 50-50, но вообще в отдельных песнях можно найти, где хорошо. Здесь более-менее ещё они вместе звучат, но тоже вот у него одна манера, у неё вторая манера, и в оригинале вообще третья манера, и минус звучит всё-таки аранжировочно, как оригинал. Ну, ты, короче, выглядит так, как будто ты ешь селёдку с молоком и апельсином. Вот это примерно такое же сочетание. Кому-то нравится, конечно, но такая самодеятельность, короче. Стыдно и противно. Во! Вот так лучше выглядят, когда они, ну, не накрашены. Что это было? Вот я об этом говорю. Это абсолютно неуместно. Зачем? Зачем? Это абсолютно партия из этой, как её, из Простоквашино. Песня как была из Простоквашино? Ка б не было зимы в городах и сёлах. И вот это вот... Как будто она сюда это вставила. Зачем? Ну, оно в тональности, да, но она вообще абсолютно не подходит сюда. Так, опять что-то очень фальшиво звучит. Может, он потом опять разогреется, вот так должно быть. Блин, ну, а он просто мажет мимо. Она правильный бэк строит, но, опять же, ну, зачем тут бэк нужен этот? Чтобы просто петь вместе. Вот это абсолютно неуместно. И вот эти все движения кошачьи, ну, как они вообще ладят с этой песней? Короче, опять же, убрать её, оставить одного Простоквашино, просто ему точнее петь, и будет нормально. Опять же, это здесь абсолютно неуместно. В этом и прикол, что поётся низко. Ну, относительно низко. того, что будет на октаву, больше, чем на октаву выше в припеве. Там в припеве ля диез первый. В смысле, си бемоль в припеве, и ля бемоль здесь, и соль в куплете. Hello, 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 hello. Чтобы там была высокая нота. А она здесь сокращает это... Размер в терцию получится. Это получается... Прикол в том, что она вот между вот этой нотой, которую она поёт, hello, hello, и между припевной получится секунда всего. То есть, это очень близкая нота. Hello, hello, и она нам уже запалила всё. Вся драматургия и песня рушится. Понимаете, вокалист, ну, это же не просто робот, который какие-то ноты поёт. Он же должен, ну, чувствовать, где, как нужно петь, насколько рот открыть, и так далее. И вот технически у неё вроде всё отлично. Ну, то ли на слушанности ей не хватает, то ли она не те песни поёт, то ли ей настолько, насрать, как-то будет песня звучать, и настолько всё хавает, и у неё настолько лояльная аудитория, что ей, ну, просто наплевать, она как-то поёт, всё равно всем нравится, мы здесь просто сидим, вот как на кухне поём. Вот. Если так, то окей, но если это заявка на какое-то там серьёзное исполнение, то, ну, блин, так нельзя делать. Ну, это вот, это просто портит всю драматургию песни. Hello, 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 where the light sound is as dangerous, here we are now, entertainers, others to them. Так, мне не послышалось, было, было, реально это было. Others to them. Вот это, ребята, прям фальшь. То есть, это не то, когда вы, ну, не дотянули ноту какую-то или немножко там не попали, да, грязь, это называется обычная, интенсионная. Это фальшь. Вот она, I feel stupid, вот это последний, последний слог, прям, ну, спела в ноту, которой нет, видимо, в тональности. Она, видимо, пыталась петь вот это, соль диез, но ее, видимо, в аккорде нет. Если бы мне включили вот этот момент сразу слушать, вот отсюда, я бы, конечно, другое мнение сложил. Это что за солянка? Блин, они отдельно нормально поют, у него прикольный тембр, он нормально расщепляет, она отдельно нормально поет, с хорошим тембром, песня отличная, но это все вместе, оно вообще никак не работает, плохо звучит. Короче, ей нужен материал, что-то типа «Останусь», наверное, вот «Город 312». Если у нее есть, вот надо его послушать, он, возможно, норм. Ну, вот, например, он гораздо более аутентично двигается, и как-то это, ну, лучше в кадре смотрится. Я не знаю, сколько ей лет, ну, вот, мне кажется, если моя мама пойдет на рок-концерт, она примерно так же будет двигаться, или бабушка там, я хз. «Авай». 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 Здесь тоже, ну, прям, с интонированием проблем. Я, по-моему, первый раз слышу такое, чтобы вот мне скидывали, чтобы это был не там Егор Летов условный какой-нибудь, а что-то такое современное, где настолько много фальши. «Авай». Ну, прям, ну, прям очень фальшиво звучит. «Авай». Ну, это объективно, типа, я не могу здесь выдумывать. Посмотрите просто по тюнеру или по мелодайну, ну, просто фальшиво. «Авай». Так, давайте попробуем остануться найти. «Блядь». Красиво звучит Но опять же, вот здесь, например, тоже фальш Вот эта нота прям, ну прям фальшивая Сильно фальшивая Я не абсолютник, если что, но Но вот отдельно послушайте Си, бе, моль, до, ре И вот в до очень сильно не попадено Здесь хорошо Здесь не очень хорошо Тоже неуместны эти мелизмы Короче, у меня вопрос не к ее голосу конкретно А вот к ее мышлению музыкальному То ли ей на слушанности не хватает То ли ей не хватает самосочинения песен Чтобы она понимала, как можно, как нет Чтобы она понимала, ну вот, может быть, аранжировочного Какого-то мышления не хватает Потому что очень часто неуместные ходы какие-то получаются Вот сунграйтерского как будто понимания музыкального не хватает Ну вот не должно быть здесь этой ступени Потому что она фа диез пела здесь А там, скорее всего, тональность соль минор Не точно Но похоже на соль минор Здесь неплохая импровизация получилась Фига у нее вибрато глубокая Ну тоже не совсем уместно здесь такой вибрато Она более легкой должна быть Ну это не, все реально Она пытается, она слишком много вставляет Ну сделай проще Надо жить Все, все Ну не надо Тогда все это мелизматика и так далее Будет уместно смотреться там, где она будет И прикольно А так она ее слишком сильно распыляется Очень глубокая вибрато И очень много артикуляции Было бы меньше И того, и того Было бы лучше И оно бы звучало ближе к оригиналу Опять же Минус-то оригинальный Но хочешь петь по-другому Наиграй себе У тебя же фортепиано стоит Наиграй себе И преврати это во что угодно И оно будет уместно звучать Если будет аранжировка другая Ну странно, когда у вас там Ну условно поп-панковая гитара Петь как в хэви-метле Или когда у вас фортепиано из джаза Вот такое вот, да Петь при этом гранжево Тоже будет странно Оно должно подходить Одно к другому Ну в целом тембр-то подходит Вот здесь все как бы окей Это тоненький, очень яркий Такой плосковатый местами Но закругленный концов В целом-то все отлично То есть опять же говорю Никаких вопросов к ее Ну технически нет никаких вопросов Художественно очень много Вот это неплохо звучало В конце тоннеля яркий свет И я иду Иду по выжженной траве По тонкому льду Не плачь, я более не боюсь Ее там нет Может я с тобой останусь Останусь пеплом на губах Останусь пламенем глаза В твоих руках дыханием ветра Останусь снегом на щеке Останусь светом вдалеке Я для тебя останусь Светом Светом Неплохо Ну вот эти все Вот это вот Что за колдунство Я не понимаю Ну блин Ну мне Ну блин Ну е-мое Ну это ж Я не хочу там никого бидеть Ну это ж кринжово Нет Ну мне одному Как-то это странно смотрится Не знаю Ну неуместно что ли Есть большое сомнение Что Ну сколько там у нее Миллион подписчиков Что эти подписчики Именно из-за ее вокала подписались То есть вопрос в том Что выглядев Она по-другому Выглядя Вы Выглядая Если бы она выглядела по-другому Если бы она была вообще В маске Условно Да Или там Без Без картинки стримила Просто бы пела Вызумела бы Такой успех Если бы она просто одевалась По-другому Более скромно Если бы не Такие яркие там картинки И так далее Наверное Наверное было бы меньше просмотров Но стоит ли ставить это в упрек Ну я думаю нет Типа Если как бы На этом можно заработать То почему нет Ничего плохого В этом не вижу Но другое дело То что Мне в комментарии Ребята скидывают И Это как образец Там вокала Который нужно заценивать Обязательно В общем-то По ходу видео Мы с вами разобрались Что она в целом Умеет петь технически Технически все окей Но художественно Те ее решения Которые она вставляет Они Ну мне кажутся Абсолютно неуместными Абсолютно Какими-то бредовыми Где-то Ну Кринжовыми Она очень много Фальшивит Ну потому что Видимо Не выучивает песни Потому что По-другому Я не знаю То есть у нее есть слух Абсолютно точно Невозможно Там 70% Отлично попадать Потом одну ноту Которую вообще Изне Вообще не туда То есть вообще Прям суперфальшивую ноту Какую-то Выдать Как бы технически Она умеет петь Но я бы Как раз в этом случае Сказал что Нет она не умеет петь То есть можно ли Это исполнение Песней назвать Полноценной Но я увидел Очень много позерства Очень много Себя любия Наверное Какого-то Даже не в плохом смысле Очень много Стримерства И очень мало Музыки Я не согласен С миллионом человек Могу ли я быть Не прав Да Не прав ли я Нет Все кто Думают обратно У вас просто Опыта не хватает И на слушанность Я так думаю То есть Ну понятно Что это лично Мое мнение Но чтобы Чтобы ей стать Профессиональным Вокалистом Нужно Заниматься Причем Заниматься Не вокалом По сути Сонграйтингом Аранжировкой Какой-то То есть Вот в эту Степь уходить То что Очень странные Художественные решения Даже будь у нее Какой-то ментор Там Или преподаватель Он же не будет ей Говорить в каждом Отдельном месте Как нужно делать Ну это Это бред То есть она должна Быть самостоятельным Там Вокалистом И вот чтобы везде Все это хорошо звучало Нужно Иметь Очень Хорошо Сформированный Вкус Да вот Слуховкус Про который мы говорим Короче Тембр приятный По нотам мажет В целом Как бы умеет петь Но художественно Абсолютно мимо Практически Там 99% Времени А еще Часто Интенционно Мимо Вот Мне абсолютно Непонятно Вот эти Вот Эти вот Движения Мне кажется Они лишними Мне кажется Они Показушными Зато Я как бы там И полюбил Гранж Там И в том числе Нирвану За то Что это Аскетично По простому По домашнему Как Ну По свойски Сделано А когда Вот с тобой Сидят Вроде Вроде Дома Ну Дома Там Человек Да И как-то Хочется Вот ламповости И уюта Вот Весь Вот этот Неон Как бы Разодетость Костюмы И вот эти Лишние движения Мне кажется Они уюта Не добавляют А наоборот Такую излишне Гламурную Излишне Как будто Пересатурированная Она короче И голос Слишком сладким Уже становится Мне Не нравится Это мое мнение И ничего в нем Страшного нет Если вам нравится Слушайте Вы от этого Петухами Там И какими-то Плохими людьми Не становитесь Нравится смотреть Смотрите Картинка в целом Приятная Но не для меня Всем спасибо Пока Блядь Ну тут кринж Пошел просто Вот первые Пять секунд И тебе уже Прям Стыдно И противно Какое-то Напевание Дебильное И все И все Блядь Ой Ну это Кринж королева Просто Тут ничего не скажешь Блядь Лучше Впереди Это как раз Самое Обидное То есть Если бы Она была Просто Полностью Дерьмовая Не умела бы Петь И у нее Был бы Миллион Просмотров Там Этих Подписчиков Это было бы Одно Типа Ну окей А тут Она Умеет Петь Умеет Строить Интервалы То есть У нее Прям нормальный Скилл В плане Музыки Есть И блядь И она Вот это Все Просто Отборнейшей Порцией Супер Говяного Стыда Просто Вот так Прям Приправила Прям Все Это Размазала И Сиди Жри Вот это Все То есть Это Полная Боль Просто Ужас Фу Блядь Вот Смотришь Сюда Допустим И происходит Какое-то Исполнение Какая-то Отдача Не знаю Годами Долгие Прям Я не могу Угри Мне просто Невыносимо Сумма Зашла Ты Совсем Как Во сне Совсем Как Во львом Все Нормально Кино Молочь Проводник Спрячь Наши Тени За Облаками За Облаками На ладу Просто Ну Что это Блядь Такое Сука Как вы Оказались В одном Помещении И нахуя И при этом Еще раз Обратите внимание Она умеет Строить интервалы Она в принципе Умеет петь Она делает Просто очень много Мерзких мелизмов И просто Мерзкое кривляние И все И это все Портит Но тут Происходит Я жду Когда она уже Начнет Жонглировать Какой-нибудь Хуйней Типа апельсинами Там я не знаю Блядь На носу Палку держать Просто Я вам это говорю Я самый вонючий Просто кривляка На свете Но Блядь Ты иди Зачем тебе Охотиться На людей Ла-ля-ля-ля Ла-ля-ля Ла-ля-ля-ля Ла-ля-ля-ля-ля Ла-ля-ля-ля-ля Просто Вот это называется Сравнение в лоб То есть Вот было И стало Было Вот Есть вот Алена И вот Саша Ла-ля-ля-ля Пусть она меня За это удалит Из друзей И возненавидит И так далее Мне В принципе Ничего страшного Обмане Обмане Ане 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 Ай Мой Остров Океан 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 Омывает Тысячи Век И И Никто Не знает Что Это Такое Что Такое Остров Мой Человек Мой Остров Океан Океан Омывает Тысячи Век Продолжение следует...